Мы уже снимали фильм про бывшего губернатора Краснодарского края и министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, его семью и их владения. В фильме «Мистер-министр» мы рассказали о дачах, коммерческих активах и политических репрессиях, которые связывают с именем бывшего губернатора. Но империя семейства Ткачевых шире, а география разнообразней, чем может показаться при первом рассмотрении. Мы продолжили работать в этом направлении и подготовили вторую часть материала об активах и бизнесе семьи Ткачевых. Кто из нас не мечтал встретить Новый год в настоящей русской сказке? Для такого торжества идеально подойдет деревня Верхние Мандраги в Ленинградской области. Здесь для новогоднего торжества есть все – лес, лошадки, избы, снег, река. Это очень красивое место. Неудивительно, что сначала в Верхних Мандрагах поселился Владимир Путин. Ему понравился вид на реку, и он приказал построить здесь дом. А через несколько лет тут появилась настоящая дворянская усадьба. Неизвестно, бывал ли президент в этом доме. У него столько официальных и неофициальных резиденций, что даже за десятилетия посетить все их тяжело. Но журналисты писали, что в его доме останавливалась гимнастка Алина Кабаева, футболист Андрей Аршавин с женой. В Мандраги приезжал солист группы «Наутилус Пампелиус» Вячеслав Бутусов и бизнесмен Евгений Чичваркин. Наличие такой усадьбы объясняет, почему сведения об участках и строениях в Верхних Мандрагах засекретили. Вот, видно, что на карте строение есть, но узнать кадастровый номер, чтобы заказать выписки, мы не можем. В 2019 году деревню упразднили. Но это совершенно не значит, что путинская элита покинула Верхние Мандраги. Например, семейство Ткачевых уже второй год встречает здесь Новый год. Они сами публикуют фото и видео в своих инстаграм-аккаунтах. Это хороший повод вспомнить все их лица, полюбоваться на новогоднюю вечеринку, изучить, кто отдыхает с василковскими аристократами. Будем надеяться, Роскомнадзор не возбудится по поводу пропаганды нетрадиционных ценностей. Посмотрите на это видео. У каждого из них есть свой собственный тренер. И имя этому тренеру – Водочка. Это заместитель генерального директора агрокомплекса Роман Баталов. Зять бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Это еще не все. Вот другое любопытное видео. Сочи, Тель-Авив, Краснодар, выселки – интересно. Вот жена Романа Баталова, дочь Александра Ткачева – Татьяна. Это Кирилл Кратли, муж Анастасии Кратли, племянница Александра Ткачева и дочери его брата, депутата Госдумы Алексея Ткачева. Это Наиля Ткачева, жена депутата. Она была прописана в одном доме с детьми Алексея Ткачева в поселке Выселки, откуда родом братья Ткачева. На своей страничке ВКонтакте Наиля Ткачева публикует фотографии и, судя по геотегам снимков, живет она в США. Вот, кстати, она на фотографии газеты «Ниагарский вестник». Снимок был опубликован в 2014 году. Подпись – Ирина Пикалова из Коннектикута и Наиля Ткачева из России. Осматривают один из пряничных домиков, представленных в субботу. Вопросы корреспондента протокола, заданные ей ВКонтакте, Наиля Ткачева проигнорировала. Вместе с матерью министра и депутата Любовью Ткачевой и своей сестрой Наргиз Хафизовой Наиля Ткачева была учредителем ликвидированной в 2013 году компанией «Плодовщепром Янтарный». Сейчас Наиле Ткачевой принадлежит 50% компании фирмы «Валерия», которая занимается ресторанным бизнесом. Жена в США, а депутат в Госдуме. Голосует за все патриотические инициативы «Единой России». Организовали торжество, похоже, похоронный барон Олег Шелягов и его супруга Виктория. Олег Шелягов был фигурантом расследования Ивана Голунова, за которое журналисту подбросили наркотики и едва не посадили в тюрьму. Если безопасность страны и граждан в короткие сроки восстановили экономику. Здесь же гуляла бывшая жена кинорежиссера Федора Бондарчука Светлана. А это саксофонист Игорь Бутман в футболке с изображением Владимира Путина и Сергея Шойгу и надписью «Вежливые люди». Бутман – член Высшего совета «Единой России», счастливый обладатель двойного гражданства – российского и американского. Давайте, кстати, похлопаем. Мальчик непростой, мальчик золотой у нас. Вот Роман Баталов пытается споить бывшего сотрудника Российского министерства иностранных дел ресторатора Станислава Лисиченко. Давай, я не буду. Я не могу. Здесь же отметился ресторатор Александр Рапопорт. Он, пожилом всем собравшимся быть дрессировщиками в год, Тигра и спел песню. Это, конечно, далеко не все, кто гулял в верхних мандрагах на новогодних каникулах. Как и обещали, мы напомнили вам, как выглядят члены семьи Ткачевых и познакомили с их друзьями, с которыми они решили вместе встречать Новый год. Теперь с этой светской вечеринки мы переместимся на другую. Мы направляемся в Геленджик. Новый год! Александр Ткачев лишился государственных должностей и теперь занимается бизнесом открыто. Но интересы его семьи в Государственной Думе по-прежнему представляет его старший брат Алексей Ткачев. В 18 лет он созыв за созывом побеждает на выборах, но при этом является фигурой не особо публичной. В сентябре 2021 года вся пресса пестрила фотографиями с открытия винодельни Шато-де-Талю. Это не французское слово, как можно было бы подумать. Талю – это акроним, образованный из первых букв имен дочерей Александра Ткачева – Татьяны и Людмилы. Принадлежит винодельня супруге экс-губернатора Ольги Ткачевой. Ведущей на открытии Шато-де-Талю была Ксения Собчак. Вот где бьется пульс жизни сегодня в дни тишины, вот здесь, в этих прекрасных виноградниках. Присутствовали почти все, кто был на новогодней вечеринке в верхних мандрагах. Помимо семейства Ткачевых и мандражан, на открытие приехал также журналист Владимир Познер. Вот он стоит рядом с Александром Ткачевым. Давно он такого не слышал, не видел. Я думаю, что то, что вы делаете, это замечательно. Это бизнесмен с занимательной репутацией Артем Зуев вместе со своей женой Снежанной Григориевой. Журналисты периодически называют их успешными рейдерами. Артем Зуев с ними успешно судится. Недавно полиция Латвии конфисковала у него имущество на 250 тысяч евро в рамках расследования дела Магнирского. На этой фотографии Анастасия и Кирилл Кратли с двумя женщинами. Одну из них мы уже знаем по вечеринке в верхних мандрагах. Это мать Анастасии Кратли, Наиля Ткачева. А слева, по всей видимости, мать Кирилла Кратли, Наталья Кратли. Существуют сервисы, которые помогают искать фотографии по геолокации во Вконтакте. Это хорошее подспорье для журналиста-расследователя. Смотрим, какие фотографии были сделаны на территории основной резиденции Александра Ткачева в селе Первомайском, Василковского района Краснодарского края. Часто геолокация обозначается сбивчива, потому необходима дополнительная верификация. Эту женщину зовут Галина Трофимова. Что-то знакомое. Сравниваем эту фотографию с фотографиями резиденции с дрона. Вот этот домик, а эта фотография была сделана где-то здесь, на заднем плане видно фонтан. Эта фотография изнутри. Это определенно фотография с территории родового гнезда Ткачевых. Листаем снимки Галины Трофимовой чуть дальше и обнаруживаем вот этот. Пирс, море. Стоп, а что это там на фоне? Очень знакомое место. Мы бывали там неоднократно. По документам это реабилитационный комплекс на 150 мест в Ленинградской щели. Этой резиденцией пользуется семья депутата Госдумы Александра Ремескова, который раньше работал первым заместителем Александра Ткачева в администрации Краснодарского края. Это поселок Бжит в Туапсинском районе. Где же конкретно сделана фотография? Она сделана на территории базы отдыха основного актива семейства Ткачевых, компании Агрокомплекс. Это скандальная дача Ткачева на берегу Черного моря, которую по лесу окружает незаконный металлический забор. За порчу этого якобы несуществующего забора были осуждены экологи Евгений Витишко и Сурен Газарян. Эта фотография сделана на территории охотхозяйства Кучеровский лиман, которая принадлежит агрокомплексу Ткачевых. Сюда политики приезжают охотиться на утку. Галина Трофимова была на трех дачах Ткачева в Краснодарском крае. Но больше всего фотографий она публикует из города Добровода в Черногории. Вот Галина Трофимова плавает в бассейне на берегу моря. Сравниваем с фотографиями бассейна со страницы в инстаграме Анастасии Кратли и делаем вывод, что это один и тот же бассейн. В 2019 году многие писали о том, что сватия депутата Госдумы Алексея Ткачева Наталья Кратли владеет недвижимостью в Черногории, стоимость которой оценивается в 6 миллионов евро. Тогда отмечалось, что ей принадлежит в городе Добровода 7 земельных участков и домов общей площадью почти в гектар. Сверяем карту с геолокацией снимка. Да, похоже, что эта территория – та самая земля, которая принадлежит Наталье Кратли. Вот документ из реестра недвижимости Черногории, в котором говорится, что собственниками данной территории являются Роберт и Наталья Кратли. Этот же адрес супруги Кратли указали, регистрируя офшорную компанию Silberg Investments Limited на британских Виргинских островах. Это следует из архива Пандоры, собранного Международным консорциумом журналистов. Кто же такая Галина Трофимова и почему она пользуется имуществом семейства Ткачевых? Изучая ее страничку во Вконтакте, мы узнаем, что она жила в Магнитогорске и работала учителем русского языка и литературы. Об этом говорят ее ученики. Они указывают, что помимо педагогического у Галины Трофимовой есть и банковское образование. Вот пошел по вашим стопам, стал педагогом. Осталось за следующие 30 лет получить так же, чтобы полностью вашим стопам соответствовать, получить второе банковское высшее образование и пойти работать в банк. То есть, на самом деле, мы вас запомнили и ваши уроки нам нравились. Спасибо вам большое. Муж Галины Трофимовой, как мы узнаем из ее публикации, Александр Трофимов, бывший военный, и служил на Тихоокеанском флоте. Сопоставляя этот факт с биографией депутата Алексея Ткачева, а он полковник армии, служил в ракетных частях противовоздушной обороны, мы можем предположить, что Алексей Ткачев познакомился с семьей Трофимовых во время службы в армии. Посмотрите на эту фотографию. Галина Трофимова опубликовала ее 5 сентября 2021 года. Кто это стоит на фоне? Да это же депутат Алексей Ткачев, брат бывшего губернатора Краснодарского края и министр сельского хозяйства Александра Ткачева. Заходим в друзья к Галине Трофимовой, а там Наиля Ткачева, жена депутата. Новый год, кстати, Галина Трофимова встречала в деревне Верхней Мандроги под Петербургом. Об этой вечеринке мы уже рассказывали. Вот она сфотографировала саксофониста Игоря Бутмана. Никаких сомнений в том, что Галина Трофимова связана с семейством Ткачевых, нет. Друзья и семья депутата Государственной Думы Алексея Ткачева пользуются зарубежной недвижимостью, стоимость которой оценивается в сотни миллионов рублей. Слышь, псина, куда ты идешь? Семья Кратли – православные меценаты. Они строят храмы. А в 2014 году супругом наравне с саратовскими депутатами и чиновниками патриарх Кирилл наградил орденами преподобного Серафима Саровского и преподобной Ефросинии Московской третьей степени. Наталья Кратли – родом из Саратовской области, а Роберт Кратли – из Колорадо, США. В интервью газете «Православная вера» они рассказали, что познакомились в конце 90-х, когда Роберт приехал на семинар промышленных предприятий. Роберт Кратли родился в протестантской семье, но в конце нулевых перешел в православие. Больше всего в православии ему нравится консервативный подход к жизни. Многие критикуют православие за консерватизм, но лично мне постоянство православной церкви внушает теплые чувства, особенно когда участвуют в церковных службах. Откуда же деньги на строительство храмов у наших меценатов? Чем они занимаются? В 90-х супруги Кратли создали компанию «Мировая техника» – «Миртех». Сейчас фирмой руководит Кирилл Кратли, сын Натальи Кратли от предыдущего брака, судя по отчеству. 100% этой фирмы принадлежит одноименному кипрскому офшору. Такие они – традиционные ценности и православный консерватизм. Как только Александр Ткачев стал губернатором Краснодарского края, «Миртех» открыл свой первый сервисный центр в Краснодаре. В базе данных консультант мы нашли постановление об изъятии земель в пользу «Миртеха». Его Александр Ткачев подписал в феврале 2001 года. Земля мировой техники понадобилась в том числе для строительства и эксплуатации центра по производству, ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Депутат Алексей Ткачев даже участвует в деловых встречах мировой техники. Вот он на встрече с губернатором Воронежской области, рядом с Робертом Кратли. Деления собственности и бизнеса в семье Ткачевых практически отсутствуют. Вскоре «Миртех» стал официальным дилером немецкой фирмы Клоас, одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. Это, вероятно, помогло немецкой компании продолжать работать в России, несмотря на западные санкции. Министерство промышленности, которое возглавляет Денис Мантуров, крестный отец Геленджика, в своем ответе на запрос издания «Свободная медиа» подтвердило, что присваивает зерноуборочным комбайнам фирмы Токана, производимым Клоас, статус «Сделано в России». Сейчас «Миртех» активно работает во многих регионах России. Но не только. Иностранная компания решила не ограничиваться дилерством Клоас в России и стала официальным партнером этой фирмы в США. Помимо филиалов в Восточной Европе, «Миртех» открывает новые магазины в районе Дельты Миссисипи. На официальной странице Facebook компания «Миртех Харвист Центр» регулярно делает публикации о военных. Вот «Миртех» скорбит об американских военных, день поминовения 31 мая. А вот публикация «Ко дню ветеранов» 11 ноября. А вот объявление о выходном из-за Дня независимости США. В то же время семья Ткачевов пламенные сторонники так называемых ответных мер Западу, которыми власть запрещает россиянам есть иностранные продукты и давит еду тракторами. Александр Ткачев регулярно выступал за импортозамещение и последовательно выдавливал иностранных конкурентов с рынка. В то же время Россельхознадзор и Роспотребнадзор регулярно привлекают к административной ответственности агрокомплекс Ткачевых за нарушение санитарных норм. В 2020 году фирму оштрафовали за грубые нарушения в сфере обеспечения пищевой безопасности. Тогда в продуктах агрокомплекса обнаружили патогенные бактерии, которые вызывали инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. В ноябре 2021 года агрокомплекс привлекли к ответственности за несоблюдение сроков годности. Ешь просроченное, зато не вражеское. Потому что это мы. Агрокомплекс Василковский. Гордость Юга. Летом 2018 года под Краснодаром разгорелся скандал. Садовое некоммерческое товарищество «Прибрежный» решило проложить дорогу к своей территории через лесополосу рядом с коттеджным поселком Виктория, несмотря на то, что возможность построить дорогу в обход деревьев была. Несколько раз вырубку деревьев удавалось приостановить, но городская администрация и руководство СНТ твердо стояли на своем. Остановить вырубку не смогла ни администрация Краснодарского края, ни общественность. СНТ «Прибрежный» плевало на всех. Они победили местных жителей. В ход шли даже кулаки. Во время очередного столкновения защитников деревьев и лесорубов один из порубщиков сильно ударил женщину. Ее даже увезли на скорой и диагностировали ушиб руки и предплечья. Позже полиция возбудила против нее же административное дело по статье «Побои». Анжелику Мастяеву обвинили в том, что она избила лесоруба. Суд признал ее виновной и назначил ей штраф в размере 5000 рублей. Другую девушку, участвовавшую в защите лесополосы Диану Смирнову, которая была свидетелем по делу Анжелики Мастяевой, полицейские увезли из дома на опрос. А сами задержали и оставили в спецприемнике до утра из-за якобы неоплаченного ей штрафа. Сама девушка утверждала, что никаких извещений ей не приходило и неоплаченных штрафов у нее не было. Наверное, вы уже успели догадаться, что такое рвение лесорубов, полицейских и судей обусловлено тем, что председателем садового товарищества «Прибрежный» является на тот момент сын депутата Государственной Думы Алексея Ткачева Николай Ткачев. Кстати, после выхода фильма «Протокола» про бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, наш сайт подвергся мощной дедос-атаке. Нам тогда пришлось временно разместить материал на платформе Яндекс.Зен. Ткачевы очень не любят, когда кто-то с ними не соглашается. Завершая работу над этим материалом, мы попросили издание «Свободные медиа» направить журналистские запросы депутата Госдумы Алексею Ткачеву, компаниям «Мировая техника» и «Клаас», а также в Министерство промышленности и торговли России. На момент выхода материала ответ был получен только от Минпромторга. Наши вопросы, заданные корреспондентом протокола ВКонтакте, Наиля Ткачева и Галина Трофимова проигнорировали. Анастасия Кратли закрыла свою страничку в Инстаграме «После нашего обращения к ней». Что это, если неорганизованная преступная группировка? Они готовы на все, чтобы сохранить свой статус-кво и продолжать обогащаться за наш с вами счет. Ткачевские рубят деревья, игнорируя возможность построить дорогу к их усадьбам в обход лесополосы. Ткачевские лесорубы бьют женщин. Ткачевские поощряют их незаконное преследование в судах. Они организуют хакерские атаки, чтобы скрыть неудобную информацию. Они по-прежнему влиятельны и опасны, хоть и утратили ряд позиций. Мы убеждены, что для того, чтобы вернуть себе страну, которую у нас отобрали преступники, обо всем об этом должно узнать максимальное количество людей. Воры и лицемеры любят тишину. Они боятся широкой огласки. Помогите нам распространить этот фильм. Расскажите о нем своим друзьям и родным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова